Друзья, всем привет! Сегодняшнюю самоделку я посвящу нашему с вами здоровью, а точнее она поможет бороться с пылью в наших домах. Так как пыль это не только некрасиво, это еще и очень вредно для здоровья. Пыль содержит немало токсинов и тяжелых металлов, и вдыхая бытовую пыль, мы постоянно поддерживаем состояние интоксикации. Для здоровых, полных сил, взрослых людей это может быть не критично. А вот пожилым это порой наносит вред. Что уж говорить о маленьких детях, которые не только вдыхают пыль, но и нередко пробуют на зуб окружающий предмет. Последствия такого любопытства самые неприятные. Отравление, заражение паразитами и инфекционными заболеваниями. Однако, самый распространенный вред бытовой пыли это аллергия. Самая оптимистичная статистика говорит, что аллергия на пыль наблюдается у каждого десятого жителя Земли. Даже если убираться один-два раза в неделю, то от пыли в воздухе не избавиться, так как она постоянно нас окружает. Особенно много ее скапливается в труднодоступных местах. А покупать относительно недорогой очиститель воздуха за полторы тысячи рублей смысла нет, так как он рассчитан на маленькую площадь. Эффективный же стоит от 13 тысяч и рассчитан на 50 квадратных метров. Сегодня я покажу, как можно недорого сделать довольно хороший очиститель воздуха для дома. Думаю, вам понравится. Желаю всем приятного просмотра. Для его изготовления нам понадобится кулер от компьютера. Цена 100 рублей. Блок питания на 12 вольт. Цена тоже 100 рублей. Цена 100 рублей. Цена 100 рублей. Также понадобится воздушный фильтр от автомобиля, желательно от грузового. Я взял картридж от фильтра КАМАЗа. Цена 200 рублей. Итого бюджет составил в районе 400 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вот такой фильтр для воздуха у меня получился. Вентилятор практически бесшумный. Его я расположил таким образом, чтобы он втягивал воздух в сам фильтрующий элемент. И вся пыль скапливалась на его внутренних стенках. Так как он имеет довольно большие размеры, его должно хватить месяца на 3. Затем нужно будет купить новый. Потому что он рассчитан на одноразовое использование. Потребление электричества минимальное. Если не выключать вентилятор 24 часа в день, то за месяц намотает не больше 1 кВт. Что по нынешним ценам всего лишь 3,5 рубля. Прошла неделя. И сейчас я хочу проверить, сколько пыли насосал вот этот вот самодельный фильтр для воздуха. Так, не знаю, видно будет, не видно. Но тут прилично прям, неплохо так. Но еще я думаю месяца 3, 2, 3 точно может. Желательно так вытряхивать раз в месяц все это дело. Сейчас это можно все собрать пылесосом. Ну вот такая вот нормальная фильтрация получается. Представляете, это бы все было в наших легких. Скорее всего так оно и происходит. Просто легкие самоочищаются. Вот такая вот история. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем добра, тепла, удачи, успехов и главное здоровья. Пока-пока.